Добрый день, меня зовут Александр, я менеджер компании Адемс. Я помогаю нашим клиентам находить оптимальные решения, которые способствуют росту и развитию их бизнеса. Моя цель сегодня рассказать вам о продукции компании и ответить на ваши вопросы, помочь сориентироваться в ассортименте. Длительность встречи ориентировочно 30-40 минут. Спасибо, что нашли время посетить наше мероприятие. Хотелось бы отдельно отметить вопрос обучения заточному ремеслу. У нас есть отличный современный учебный центр, он находится в городе Самара, там 65 квадратов специально оборудованного помещения для того, чтобы любой из приехавших к нам участников обучения мог получить необходимый объем информации и практики по заточке, научиться делать и попрактиковать. Мы также предлагаем варианты обучения по видеокурсам. Не у всех есть возможность приехать, и для многих это ценно. В этом случае у вас есть возможность смотреть неограниченное количество раз видео по заточке, перенимать какие-то приемы и практики, и после этого будет также возможность задавать вопросы в чате заточников. К нам подключается Александр. Добрый день, Александр. Всем участникам также хотелось отметить, что у нас сейчас двигаются две акции до конца июня. Соответственно, вы можете получить существенную скидку при получении новой профессии, а при покупке станков вы можете получить бесплатную доставку. В данном случае в акции участвует станок ADEMS ZM, и при покупке до 28 июня вы получаете бесплатную доставку. По России, само собой. Транспортную компанию вы можете выбрать на свой вкус и цвет. Отдельно для желающих включил демонстрацию экрана, и давайте немножко познакомимся с компанией ADEMS, еще раз постаримся. Здравствуйте. Мы работаем с 2010 года, и у нас большой и серьезный путь за плечами. У нас семь основных моделей станков, несколько вариаций к каждому из них в плане комплектации. Нас знают всему миру. Достоверно известно о том, что мы присутствуем в 62 странах. Мы обучили более 300 человек очно и предлагаем от 200 наименований расходных материалов. Если вы покупаете наше оборудование, помните о том, что у нас трехступенчатый контроль качества. Соответственно, ваш станок, перед тем, как попасть к вам на рабочий стол, он пройдет тщательное тестирование и проверку. Это, скажем так, не дает 100% гарантии, но в 99% случаях вы получаете безупречное оборудование именно таким, каким мы его задумывали изначально. Мы работаем для людей, которые работают для нас. Это грумеры, парикмахеры, маникюрные мастера, повара, столеры, общепит. Не забываем про медиков. Осталось выбрать только заточной станок. Для того, чтобы это сделать, в первую очередь, нужно определиться с направлением вашей деятельности. Тогда это позволит вам наиболее рационально использовать средства для того, чтобы купить оборудование и расходные материалы. Надо определиться с теми клиентами, кто потенциально будет вашими либо первоочередными, либо, если вы открываете для себя новое направление, ключевыми клиентами. То есть наиболее крупные группы, они будут включать в себя... То есть если это парикмахеры, то там будут входить и грумеры. Но основной упор, соответственно, вы будете делать на парикмахеров. Грумеров меньше, но инструмент у них больше. Его требуется затачивать достаточно регулярно. С парикмахерами несколько не так. С ними нужно договориться, чтобы они вас услышали, чтобы вы не испортите им инструменты. Может быть, даже показать бесплатно свой вариант заточки, чтобы они убедились, что работу, которую вы делаете, она их удовлетворяет. Потому что достаточно часто клиенты обращались, кто имел негативный опыт именно в плане, кому испортили инструмент, и кто не хотел бы повторять его так или иначе. Поэтому лучше укрупнять целевую группу именно по клиентам и двигаться вот в этом направлении. Соответственно, если вы планируете работать с ножами, видите себя, скажем так, в плане работы с бытовым оборудованием, которое встречается, то есть это ножи, может быть, секаторы, стамески, вот то, что у нас, скажем так, в быту чаще всего можно увидеть и пощупать, то вот станок Тесара это будет лучшим решением в этом направлении. Ну, это будет достаточно простой и быстрый вариант работы вот с этим типом инструментов. Часто, скажем так, обращаются с вопросом, чем Pro 2 отличается от GMT 2. Визуально понятно, что на GMT 2 есть манипулятор манипулятор на рельсе и работа с маникюрным инструментом на нем, на начальном этапе именно начинающим заточникам, она оказывается проще и доступнее в плане того, что вы можете очень тщательно отмерить, примериться к абразиву и после этого только делать касание, что важно для начинающего мастера. И в этом плане GMT 2 он лучше всего заходит именно тем, кто с нуля стартует по работе с маникюрным инструментом. Pro 2 это больше выбор профессиональных заточников, которые, кто привык уже работать на руках и так или иначе манипулятор которого скорее обременяет. Но в случае, когда приносится инструмент, который не так часто попадает в руки и человеку нужны гарантии, что у него все получится, тогда, конечно же, манипулятор будет его выручать в плане работы, допустим, с ножницами, я имею в виду бытовой инструмент, если вам нужна именно красивая режущая кромка, чтобы она, скажем так, сразу демонстрировалась товаром, так сказать, лицом, что заточка красивая, значит, уже хорошо должен резать. Скажем так, есть такое ожидание, что у людей, что визуально хорошо выглядящий инструмент, он уже определяет некие свои физические свойства просто внешним видом. под станок GMT-2, скажем так, в плане функционального комбайна, если вы собираете некое устройство, много, достаточно часто я слышу, вопрос о том, что люди хотят купить один станок, который так или иначе будет удовлетворять все потребности в работе с инструментом. Ну, к сожалению, все потребности он удовлетворить не сможет, потому что все равно есть станок Full Drive, а они с GMT-2 принципиально отличаются по работе с инструментом. То есть ножницы Convix вы на GMT-2 заточить не сможете, но в то же время в плане работы с маникюрным инструментом, с бытовым инструментом, в плане работы с каким-то мелким, сложным инструментом, ну, условно, как ножи, допустим, для оверлока, то это будет хорошее решение. Вы к нему можете добавить достаточное количество доп. приспособлений для того, чтобы он мог решить ту или иную задачу. И в плане именно как комбайн, который с некой перспективой будет закрывать вам часть вопросов, соответственно, это будет отличное решение. Ну, и в плане старта он хорош. Опять же, сразу рекомендую смотреть на готовое решение в виде базового набора по заточке маникюрного инструмента на станке GMT-2, чтобы вы себе могли представить, какие расходные материалы вам могут потребоваться в плане работы с маникюрным инструментом либо щипчиками. Они недорогие, я в плане расходных материалов к нему, но ассортимент их достаточно широк для того, чтобы вы могли закрыть все вопросы. Это и заточка, формирование режущих кромок, формирование поверхностей, полировка. То есть эти моменты все надо учитывать при покупке. И если вы не хотите брать базовый набор, тогда надо брать GMT-2 с допами, с расходными материалами. Если что-то остается непонятно, опять же, вы всегда можете позвонить к нам в офис, и менеджеры подскажут, как что применять и что используется. Отдельно также хотелось отметить в плане заточки медицинского инструмента. Очень часто люди обращаются с вопросом, что они понимают, что у медиков у них есть задача и есть инструмент, который требует заточки, но при этом они подходят к вопросу не совсем, скажем так, крайне расплывчато. То есть у них нет конкретики, они не разговаривают с потенциальными клиентами, не интересуются, какой инструмент у них есть, который они применяют и который могут в дальнейшем отдать на заточку. В этом плане мы рекомендуем в первую очередь определиться, кто у вас будет клиентом, хотя бы поговорить с ним, может быть, он подскажет вам, какие инструменты он чаще всего использует, может быть, даже покажет вам их, чтобы вы себе представляли, что вообще придется в дальнейшем затачивать и в каких объемах это будет приходить. Обращаю внимание о том, что у медперсонала, у них инструмент, в общем-то, повторяющийся, но в силу применения в разных областях они его по-разному используют, и, соответственно, заточка ему нужна та же разнообразная. И уже исходя из этого, надо понимать, как он будет применяться, инструмент, и тогда будет понятно, что нужно будет сделать для того, чтобы затащить его таким образом, чтобы можно было соответственно применять его по назначению. Руслан, я вижу, вы к нам также подключились. Насколько помню, вы опытный заточник. Возможно, у вас есть уже какие-то вопросы, скажем так, с высоты вашего опыта, может быть, какие-то спорные моменты, и хотелось бы их обсудить. Вы вопросы можете написать в чат, мы увидим и постараемся вам на них ответить. От Дмитрия поступил вопрос, он интересуется подробностями просто-но к ADEMS Redline, какие абразивы используются, и подобрали вы их количество формы и т.д. Смотрите, на самом приспособлении Redline, напомню, что оно создано для того, чтобы вы могли поддерживать поверхность поддержки на изогнутых ножницах в нужной частоте, и она должна быть должного размера, как раз для этих целей и применяет станок Redline. Абразивы подобрали, в данном случае, скажем так, стартово, на это приспособление будет идти абразивный камень брусок с полукруглой рабочей частью 3000 грит. Само отверстие под закрепление абразивов там квадратное 16х16. То есть вы можете применять туда другие абразивы, если вам, скажем так, это захочется. Там есть специальный зажим, который будет абразив прижимать непосредственно к рабочей стороне. Вот Павел задает вопрос про стоимость магнитной чашки 200 мм на Full Drive. Я так предполагаю, что он имеет в виду диск алюминиевый для Full Drive диаметром 190 мм, на который он в дальнейшем сможет поставить диски металлические на 200. Они также представлены на сайте у нас. Стоимость этой чашки виден... не чашки, диска алюминиевого с магнитом в виде набора. 15900 рублей она стоит. Алеша задает вопрос, какие существуют станки, кроме Full Drive, GMT2, Tessara. Есть станок Pro 2, сегодня мы его демонстрировали. Есть станок ADEMS Pro, это совсем простой станок для работы с бытовым инструментом с ножами и ножницами. Есть станок полировальный, но, к сожалению, он не нашего производства, скажем так. Это китайский станок, для полировки. Станок называется TM. Отличное решение в плане использования муслиновых кругов. Они просты и доступны в плане крепления и установки и дают хороший результат при работе с пастами. На нем также можно поставить круг на скотчбрайте и работать с ними. Опять же, если вам нужен сатин, лучше, по-моему, сейчас ничего нету в плане быстроты и удобства работы. АДМЗМ о нем мы сегодня говорили еще есть. Есть вариации фуллдрайва, то есть есть для медучреждений фуллдрайв мед. Это тот же самый фуллдрайв, только с корпусом из нержавеющей стали. Если у вас есть претензии к визуальному виду, можно выбрать такое решение. Выглядит по-своему оригинально и интересно. Ну и опять же, отсутствие краски говорит о том, что нельзя сколоть. Нержавейка достаточно практична в плане эксплуатации. Полукруглый абразив будет работать на две стороны, пишет Дмитрий. Я так предполагаю этот вопрос к редлайну. У вас всегда он работает, скажем так, у этого абразива у него две стороны. Одна сторона это полукруглый, вторая сторона плоская. Соответственно, той стороной, которую вы его зажмете, чтобы он был направлен в направление рабочей части, он той стороной и будет работать. Отдельно отмечу, что есть у нас сейчас обновление в плане до приспособления для станка Front Plate. Это приспособление устройства слайсера называется для заточки круглых ножей. В комплекте к нему идет алмазная тарелка, алмазная чашка, которую непосредственно вы затачиваете сами круглые ножи. Набор конусов, которые позволяют установить практически любой круглый нож, неважно какое центральное отверстие он имеет. Все остальные части механизированы, то есть вы вставляете, закрепляете, включив станок Front Plate, он заставляет вращаться алмазную тарелку, алмазную чашку и соответственно вращая ручку на самом слайсере вы продвигаете круг и даете ему равномерную заточку именно на этой алмазной чашке. Если есть еще какие-то вопросы, я готов для ответов. Как все купить, когда бюджет небольшой? В этом случае я бы рекомендовал в первую очередь определиться с первоочередными клиентами, кто является у вас, скажем так, основополагающей базой, на кого вы будете полагаться и после этого может быть купить один станок, но работать именно на основную аудиторию, не распыляться сразу, не разбрасываться двумя-тремя направлениями, то есть лучше все-таки аккумулировать силы, двигаться в одном направлении. Когда вы себя в нем зарекомендуете, соответственно будут приносить другой инструмент, чаще всего сарафанное радио работает таким образом, что если про вас говорят о том, что вы хорошо затачиваете инструмент, может быть, это сложный какой-то инструмент, либо простой, тут вопрос, скорее, уже от передающего слухи человека, то человек может вам впоследствии просто по этой рекомендации принести совершенно посторонний инструмент, который никак не имел отношения к той беседе, которая у него была с вашим клиентом, который очень был доволен вашей заточкой, вашей работой. Интересуется, можно ли у вас приобрести длинный светильник для фулл-драйва. Светильник на гибкой ножке серебристого цвета, который ставится на фулл-драйв, его приобрести можно, но именно сейчас есть проблемы с их поставками, поэтому они заредервированы строго под то количество станков, которые планируют производство. Возможно, к осени ситуация с поставками конкретно этих светильников наладится, и вы сможете приобрести их отдельно. Но сейчас, к сожалению, пока нельзя этого сделать. Возможно, у кого-то еще есть вопросы. Отдельно хотелось бы отметить еще такой момент, что если вы только-только начинаете, и у вас есть какие-то сомнения, вы всегда можете попробовать открыть свое дело за счет государства. Сейчас есть социальная программа, когда государство выделяет до 350 тысяч рублей на покупку оборудования, обучения, вам для этого нужно обратиться в центр занятости, либо фонд поддержки «Мой бизнес», который есть в вашем городе, и задать вопрос по вопросу получения гранта. Они вас сориентируют, либо кто, какая организация в вашем городе занимается ее выдачем, либо, соответственно, какой пакет документов необходимо собрать. Этот грант является невозвратным, то есть вы на него можете купить оборудование, ваша задача, чтобы у вас юрлицо проработало один год. И в этом, после этого, соответственно, оборудование, которое вы купили на эти деньги, оно останется у вас без каких-то претензий со стороны гранта дающей организации. Если есть у вас вопросы, вы всегда можете позвонить к нам, либо зайти на сайт. У нас есть раздел покупателям часто задаваемые вопросы. Там очень подробно изложено и по получению гранта, и в плане выбора направления заточки, как определиться с клиентами. Соответственно, все эти вопросы вы можете как отдельно почитать у нас, так и обсудить с менеджерами. Я надеюсь, что моя сегодняшняя конференция была интересной, и вы еще раз вернетесь к нам. Спасибо, на этом все. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok